всем привет это ильин сергей он же сирене из гачины и сегодня я буду обозревать пробовать очень необычную интересную штуковину такой вот пакетик это японский суп кисинума из акульих плавников с коллагеном 160 грамм япония 560 рублей в наличии было буквально три дня урвал посмотрим что про него написано изысканный суп на основе бульона из акульих плавников добытых в окрестностях знаменитого рыболовецкого порта кисинума одна порция супа содержит 5000 миллиграмм коллагена из которых 3000 приходится на пептид коллагена рыбного происхождения и едят как в горячим так и в холодном виде удобная упаковка гарантирует длительную сохранность состав яичный белок стеклянный суп что куриный папа по не понимаю свиной экстракт свинины экстракт курицы пушистый плавник крахмал ароматическое масло пептид коллагена зеленый лук соевый соус куриный бульон шитаки кикураги какая-то сахар имбирь экстракт моллюсков в общем много непонятных мне ингредиентов вообще если копнуть глубже например загуглить получается что в идеале супа за кури их плавников выглядит вот так и написано что это деликатес искушение для гурманов всего мира очень популярная тема в древнем китае поварское искусство оценивалась именно по приготовленным ими блюдам из плавников акулы этот суп был в почете у китайских императоров в общем тысячи лет этой похлебки что стоимость одного килограмма плавников составляет от ста до тысячи долларов в зависимости от вида акулы и размера плавника а тарелка с таким плавником обойдется сто двести долларов то есть 15 тысяч а здесь 500 рублей ну как-то стоимость такой похлебки столь высока что вызывает искушение владельцев ресторанов приготовить подделку самое удивительное кроется в том что если убрать из рецепта супа плавники и поручить шеф-повару приготовления блюда без них то вкусовые качества ничуть не пострадают мясо теленка и или курицы которые включены состав ингредиентов в сочетании с приправами и мастерством поваров основа вкуса этого блюда благодаря плавникам суп только обрекать обретает оригинальный вид эластиновые нити придают ему железообразную консистенцию особенного вкуса плавники супу не приносят в идеале все что должно остаться от плавников 100 грамм вязкой субстанции не имеющий даже запаха и представляющий собой нечто среднее между густым холодцом и пудингом у она как в ходу плавники суповой акулы неплохие плавники тигровой акулы молота как приготовить но мне это уже как бы не не должно заботить все за меня уже сделали к слову акулу я пробовал два раза в жизни первый раз как ни странно это было в гатчине кафешка на соборке тогда была называлась робинзон где они поймали акулу в гатчине в канализации что ли вот там была просто стейк и ну ни о чем сухой невкусной видимо везли долго замороженную откуда-то и зачем-то добавили в свое меню второй раз я пробовал на пхукете и там вот как ни странно впечатление почти не осталось а видео я не снимал и не комментировал тогда вот ну однозначно она была намного лучше нежели гатчинская акула однако воспоминания как я уже сказал почему-то куда-то не поддевались но вернемся к нашему пакетику я так понимаю что его просто вскрывают выливает на тарелку ну поскольку я наверное предпочту в горячем виде то я его разогрею на плите и буду пробовать и так я вскрыл пакетик такая вот внутри желеобразная субстанция на запах запах очень неприятный сразу скажу в общем какой-то кисель получается что-то у меня никакого желания пока и аппетита это дело не вызывает и по объему вообще кот наплакал поставлю на газ все-таки холодным я его точно не рискну пробовать вот таким образом ну не до кипения выливаем все это красивую тарелку вот так и немножко поперемешиваем но фиг знает не знаю короче сейчас пойду в комнату рядом с компьютером сяду буду пробовать и так пробуем как же его мало так немножко не понял сейчас еще плавник чтобы захватить ну легкий такой супчик не острый не соленый не сладкий напоминает грибной суп пюре вот что он напоминает с некоторыми нотками человечины шучу акула все-таки но ничего такого сверхъестественного я бы сказал то есть за совершенно он не стоит этих денег а тем более уж 200 долларов за тарелку в ресторане хотя в ресторане наверное вкус все же отличался бы нежели из из пакетика однако производитель япония так что посмею предположить что они не налажали у них все здесь аутентичное настоящее вкусный легкий супчик короче говоря но 560 это конечно слишком для такой порции ну вот я справился с этим супом однако же как был голодный так и остался поэтому тем кто планирует что этот пакетик заменит им полноценный обед там на работе как бизнес-ланч это не вариант это так экзотическая штука попробовать раз в жизни и просто галочку поставить по этому поводу такой был репортаж это был ильин сергей он же сирене из гачины ставьте лайки подписывайтесь смотрите другие мои видео всем пока